Вот уже шестой год подряд в школах города проводится конкурс юных чтецов «Живая классика», проводимый в несколько этапов с целью популяризации и повышения интереса у детей к чтению книг. Одним из первых является школьный этап, который прошел в стенах гимназии номер один, где юные конкурсанты в полной мере в своих выступлениях, чувственные с артистизмом, рассказывали отрывки из различных произведений зарубежных и российских авторов. Вот вы такой, да, скромная мысль, давно пишите, 4 года. Ого, а я тоже думаю, дай-ка что-нибудь напишу. Написали? Полюбопытствовал я. Написал, принес, хочу вас напечатать. Раньше писали? Нет, другим была голова занята. А нынче с делами управился, жгнул и меня отослал. Ну, знаете ли, скучно. Эй, думаю-ка, что-нибудь напишу. Вот написал, приточил. Прочитайте на моем линии Байрона. Хорошо-с, одну минуту. Сейчас закончишь корректуру? И тогда к вашим услугам. Конкурс «Живая классика» был учрежден в 2011 году. В процессе своего формирования возрос от всероссийского до международного. Почетными членами жюри в конкурсе первого этапа стали представители управления образования и Центральной городской библиотеки. По мнению самих педагогов, в эпоху развития современных технологий подрастающее поколение уделяет все меньше времени чтению художественной литературы. И именно поэтому путем проведения такого рода творческих состязаний молодежь приобщается к чтению книг. Конкурсантами были выбраны произведения на различную тематику, вплоть до событий времен Великой Отечественной войны. Как ты там живешь? Как воюешь, родной суночек? Очень прошу тебя, Славик, выполни одну единственную просьбу матери. Береги свою молодую жизнь. И ты совсем еще ребенок. Не кидайся первым на встречу смерти. Будь осторожным. Знай, я не переживу твоей гибели. Пиши мне почаще, милый мальчик. Я целую тебя тысячи раз. Твоя мама. Всего в конкурсе приняли участие ученики шестых-седьмых классов. В городском управлении образования придают особое значение проведению литературного конкурса. Именно здесь выявляется уровень преподавания литературы в школах. Далее будет проведен муниципальный этап, после которого победители примут участие на республиканском. Бека Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».